Нам кажется, что вот если приезжает обычно турист в Грецию за морем, в Италию за памятниками культуры и так далее, за чем-то одним, в Крыму это можно все получить единообразно. Особенно если, понимая вот эти все стратегические задачи, начать действовать в этом направлении поиска вот этой широкого спектра сегментов услуг. Но сегодня, естественно, есть проблемы, мы их обозначили, это слабая инвестиционная привлекательность туристических объектов, во многом потому, что до сих пор не решены проблемы с землей. Сейчас вот только генплан полуострова делается, в ряде городов начинают готовить генплан, в частности и в Паторе. Низкий уровень занятости населения в туристической сфере, как вы знаете, очень ограниченный выбор услуг, которые используют крымчане, чтобы работать в этой туристической сфере. То есть это довезти на машине там из аэропорта, перевезти по Крыму, либо там сдать квартиру. Конечно, нужно развивать новые виды услуг и сервисов, вокруг них строить вот эту экономику, приближенную к людям. Ну и, соответственно, очень много нерегулированных вопросов, связанных с теневым оборотом в туристической сфере. Но, в общем, мы предложили некую дорожную карту решения проблем этих всех и видим, что первые шаги очевидно не делаются. И, в общем, здесь мы готовы помогать. Также мы считаем важным для того, чтобы воспользоваться вот этим интересом россиян именно в этом году, и мы оцениваем довольно высоко вот этот трафик туристов в Крым, воспользоваться этой ситуацией, чтобы в том числе решить ряд проблем, создать работающую эффективную систему мониторинга и обратной связи, для того, чтобы сопровождать туриста, у которого действительно могут быть разные проблемы с сервисом, с транспортной ориентацией, с проблемами по снятию банковских карт наличных и так далее, создать работающую эффективную систему обратной связи. Она поможет выстроить вот эту модель будущего сезона. И важно мне представляется быть открытым, пользоваться вот теми возможными проблемами для того, чтобы вместе их решать. И мы в том числе призываем и россиян, несмотря ни на что, несмотря вот эту неизвестность Крыма, а для большинства россиян Крым неизвестен, то есть очень много вещей, так сказать, непонятно, не боятся. Крым очень доброжелателен, готов принимать туристов, готов вместе с туристами решать все возможные неудобства. И, конечно, они будут решены, и лучше делать это вместе, чему поможет вот эта система обратной связи. Регионы Крыма неузнаваемы сейчас так, как весь, так сказать, Крым в целом. То есть, когда россиянин выбирает отдых в Крым, он не совсем понимает, где что находится. И если там спросить у людей, где находится Ласточкино гнездо, то никто не вспомнит там про Газпору, рядом с которой этот дворец находится. Это, так сказать, вилла, так скажем. И совершенно очевидно, что нужно Крыму заняться продвижением всех своих достопримечательностей, находить их, развивать, развивать уникальные места и вести такое вот по современным законам маркетингового продвижения вот эту политику и в том числе по поиску общего уникального бренда Крыма. Крым не то, что не стоит на месте, но очень хочет преодолеть вот эту планку, значит, разрыва между прошлым и будущим и наладить вот этот вот безошибочный хороший сервис и не разочаровать туристов.